Привет! Я выписалась в больнице, я дома. Начинаем снимать новый влог. Посмотрите, какие у нас условия. Это я домой пришла, кушала, срачельник. Дома сейчас собираться придется. Муж у меня ушел в сауну последний день в этом году. В сауну, значит, они пошли с компанией. Ну, мужиками. Так, это вот нам подарили кубики нашему малышу. Они такие мягкие. Тут костюмчик, шортики и футболочка, но она ему большой будет. Потом такая погремушка. Вот. Это мы уже с больницы ехали, купили в аптеке лекарства. Это я взяла укроп. Вы сами понимаете, зачем. Кинеколог мне выписала депантол, декспантенол, т.е. хлоргисидин, эрозивных, инфекционно-воспалительных поражений женской полосферы во влагалище. Это для сокращения матки, перца, водяного экстракта, жидкий. Еще не знаю, как разводить, пить и не будет ли, надеюсь, аллергии. И Плантекс взяла для гранулы, для приготовления. Тут сенхель, да. Ну, это я буду... Посмотрим по состоянию малыша и... И как... Главное, чтобы педиатр выписал. Малыша же еще я отдала раньше. Сегодня у нас выход... Уже сейчас вечер четверга. В понедельник я его выписала родителям мужа. Поэтому я уже от ляльки отвыкла. Сегодня у меня уборка дома. Завтра мы его забираем, естественно, домой. Это пакет от матрасика. Мы матрасик купили. Он стоил тысячу рублей. Это на вот этот комод. Вот, что стоит. Не знаю, где тут цена есть. Тысяча рублей его цена. Это пакет. Это на кроватку. Вот. Это я взяла на матрасник. На кроватку. Вот такой вот. Матрасник фланелевый с ПВХ-покрытием. Надеюсь, что здесь будет вот такая вот резинка. Чтоб он не ездил. В общем, он такой вот фланелевый. Раз. Потом мы покупаться два. Горка. Решили взять вот такую мягкую. Блин, не знаю. Нормальный ему будет. Брюс тут хоть уже оброс. Так. Термометр ванной рыбка. От Луби. Лилаби. Дальше. Поливать голову ковшик. Такой вот. Зелененький. 35 рублей. Потом. Круг для купания на шею. 0+. Я умею плавать с погремушкой. Бусинка. Вообще даже не понимаю, каким пользоваться. Так, далее погремушку тоже мы сами купили сегодня. Потому что видео, которое я вам снимала по поводу погремушек, я их сфитила, девочки, и я их сварила. Они у нас и проплаивались. У нас теперь никаких погремушек нет. Вот мы сами купили. Нормальный. Думаю, две достаточно. Брюс, да? Это двинься. Так, пеленка вот такая. Сейчас это все стирать буду. Такая тоненькая. Тоненькие тоже нужны. Ну как. Вот она совсем тоненькая, нюшенькая. Вот это. Потом такая. Потом за ним надо будет сходить. Там свекровь тоже покупала. Потом надо будет сходить вот такие еще купить. Несколько штук. Они мягкие, мягкие. Потом такая, но они тверда. Вот эта твердая. Стегрята. Вот, вы видите. Я ни хрена не разбираюсь. Ну вот здесь нормальная, мягкая. Ну с этой стороны. Вот это ладно. Это потом штанишки я взяла. Еще одни, 56 размер. Здесь, по-моему, с начесом. Вот. Да, они такие утепленные. Вот. Такие штанишки хорошие. Для мальчика, для девочки. То есть голубенькие и голубой. Здесь это 56 размер. Так. И масло. Вообще я заходила за маслом и за матрасиком. Вот масло я взяла от Бюбхен. Молочко-календула. Блин. Как молочко. Снабежает кожу необходимая влага. Подохраняя ее от пересыхания. Содержит биокалендулу. Вот. С молочко дайте. Блин. Я думаю, это масло я молочко купила. Ёб твою мать. Неадекват полнейший. Ну, ладно. Ну, будем молочком смазывать. Еп. Все жесть. 300 рублей на ветер. Так. Куда я селся? У нас в магазине Карапуз получилось 2561 рубль. Так. Уборки мерено-немерено. Срач какой. Да, сынок? Вот мне цветы муж подарил сейчас на выписке. Красота какая. Вон, какая красота. Опа. Очень красивые. Очень. Я очень люблю такие маленькие розочки. О, боже. Очень красивые. Мне очень понравились. Шикардосный. Идем дальше. Вот, видите, пакеты все с роддома. Это я, когда в патологии лежала несколько дней, мне выписывали не опинотран. Не знаю, я снимала или нет. Вот, срач. Все это надо убирать. Сейчас купили по пути зубные щетки вот такие. Я взяла Colgate. Вот такие вот. Одну мне, одну мужу. Вот. И саму зубную пасту взяла, потому что у него все закончилось. У меня больше двух недель дома не было. Даже три недельные. Ну, две с половиной. Батон. По-моему, остался. Селедку все я убрала. Тоже пакет с роддома. Все. Цветы он не поливал, забывал, естественно. Мужик. Хоть я обещала, чтобы поливать ее. Но у меня погибла. Получается, китайская роза. Видите, она погибла. Она просто умерла. Потому что поливать ее надо было каждые... Ну, через каждые два дня. Все. Надеюсь, она меня простит. Прости меня. Ну. Так вот. Тут здоровый пакет. Срач, срач, срач. Сейчас все это стирать надо. Ой, девочки, неужели я дома? Неужели? Журналы тут. Два оставила девчонкам в палате. Это два новых я. Вчера. Это я забрала. Так что, вот такие вот дела. Сейчас я пью еще чай. Позвонила своим родителям. Разговаривала. Да, по скайпу. Спрашиваю, где ребенок. А ребенок говорю. Так. Так что, не знаю, с чего начать. С чего-нибудь, да, надо начинать. Давайте.